Сейчас они выходят из-под контроля все больше. Известно, что Закарпатский правый сектор спонсирует и курирует Виктор Балога, и именно поэтому он был переговорщиком с правым сектором, вел переговоры. И по сути конфликт начался как конфликт между двумя народными депутатами, как конфликт между Балогой и Ланью. Балога использовал эти батальоны, чтобы, скорее всего, припугнуть конкурента. Мы, опять-таки, не знаем этого на 100%, потому что это суд, там должен решать эти компетентные органы. Но та картина, что вырисовывается, примерно так выглядит, что господин Балога пытался с помощью этих батальонов припугнуть конкурента и направил спорткомплекс, который принадлежит тоже народному депутату господину Ланью, вот эти батальоны, ну, по крайней мере, направило 20 человек бойцов. В результате бойцы очень сильно перегнули палку и дошло до убийства одного из охранников этого спорткомплекса. И тогда и разгорелись вот эти все трагические события. И теперь конфликт все больше разрастается и разрастается. Он уже приобрел международное значение, исходя из реакции ОБСЕ, близлежащих к нам стран. И в результате это частично перечеркнуло усилия Украины по получению безвизового режима. Естественно, что государство должно иметь монополию на силу, государство должно как бы контролировать подобные формирования, потому что если государство не имеет монополию на силу, если силу может применять одновременно и государство, и правый сектор, то это может в итоге привести к ослаблению, ну, уже привело к ослаблению государства и его делегитимизации. То есть сейчас граждане смотрят, что из этого получится, сможет ли государство договориться с правым сектором силовым путем или переговорным. Если Порошенко как президент, например, это проглотит и не сможет адекватно отреагировать, то естественно, что его позиции пошатнутся на внутренней арене, ну и на внешней тоже. Сейчас достаточно критический момент сложился в государстве, что президент и власть должны достаточно быстро на это отреагировать, потому что если правый сектор и другие радикальные организации увидят, что власть не реагирует, не проводит расследования, не сажает в тюрьму, то, соответственно, это будет сигналом, что эту власть уже можно убирать. Вот сейчас в течение ближайших двух-трех дней должна быть либо адекватная силовая реакция, либо можно спрогнозировать, что власть могут сменить достаточно быстро на протяжении двух-трех-четырех месяцев, потому что нельзя проявлять свою слабость, и если президент и в данном случае силовые подразделения проявляют свою слабость, то это будет сигналом для правого сектора. Поэтому мое мнение, что реагировать надо достаточно жестко, хотя и в рамках закона, и реагировать нужно оперативно. Тут такая ситуация, когда от промедления даже может восприниматься как слабость, и медлить нельзя, и мне кажется, что уже время было частично потеряно, трагические события состоялись позавчера, адекватной реакции пока что не было, и идеально, конечно, было бы, если бы в тот же день была реакция, террористы были либо уничтожены, либо схвачены, а сейчас ситуация уже продолжает обостряться, и государственный аппарат демонстрирует свою слабость и делегитимизирует себя в глазах избирателей и в глазах наших европейских партнеров.